Как испортить себе сезон отпуска и автомобильных путешествий? Например, пренебрегая влиянием солнечного ультрафиолета и температуры воздуха. Простейшая защита – это крем. Но отложим банальности. Летнее и раннее осеннее очень богато ультрафиолетовыми лучами именно той длины волны, которая хорошо воспринимается кожными покровами. И, соответственно, перегрев приводит к тому, что могут наступать даже ожоги. Помимо ожогов, солнце грозит своей интенсивностью. Поэтому в летнее время, и уж тем более в автомобилях без верха, рекомендуем надевать солнцезащитные очки. Ещё одна опасность – перегрев, который можно получить постепенно и незаметно для себя. К счастью, не так часто, может быть, перегрев способствует аварийным ситуациям. Но, тем не менее, они бывают. И тогда к нам приходят пациенты для проведения каких-то корректирующих операций. В том числе, потому что ранения разные бывают. И стекло может попасть, допустим, в лицо. И так рассечение кожных покровов. Если кондиционер в автомобиле неисправен, а в салоне душно, даже с опущенными стёклами, можно облиться водой. Вода. Обливаются водой люди. Это тоже охлаждает немножко кожные покровы, делает, возможно, более ровное дыхание. Это тоже важный момент. Потому что перегрев опасен не только тем, что влияет на кожные покровы, но и на настроение, и на состояние сердечно-сосудистой системы. Как уверяют врачи, профилактика намного проще лечения. А лучшая защита для водителей – это очки, головной убор и кондиционер.